Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. К одному из наших видео, посвященному разработкам отечественных тяжелых танков КВ-4 «Все проекты», было несколько комментариев с просьбами продолжить рассказ и снять видео о проекте танка КВ-5. Так как этот танк действительно заслуживает внимания, а многие наверняка испробовали его мощь на полях виртуальных сражений и интересуются реальными характеристиками этой машины, мы решили снять отдельное видео. Сразу стоит отметить, что в целом концепция сверхтяжелого танка прорыва КВ-5 является продолжением наработок по КВ-4, хотя внешне КВ-5 имеет ряд отличий. На обоих проектах предполагалась установка мощных противотанковых орудий и мощного противоснарядного бронирования. Вопрос создания танка изначально был озвучен на заседании Политбюро ЦК ВКПБ в марте 41 года. В частности, на повестке дня тогда были поставлены вопросы об экранировании танков КВ-1 и КВ-2, выборе артиллерийского вооружения и усилении брони танка КВ-3 и о проектировании танков КВ-4 и КВ-5. Процесс проектирования и изготовления КВ-5 планировалось завершить к осени 41 года. При этом участвовать в проекте должны были сразу несколько заводов, работая каждый в своем направлении. Так, Ленинградский и Кировский завод должен был спроектировать дизель мощностью 1200 л.с. на базе моторов М4 и М50. Работы должны были проводиться совместно с инженерами Харьковского завода. Ижорский завод должен был изготовить корпус и башню. Главному конструктору Горьковского артиллерийского завода предписывалось спроектировать и изготовить пушку ЗИС-6 калибра 107 мм с начальной скоростью снаряда 800 м в секунду и унитарным патроном массой 18,8 кг. Для проектирования КВ-5 была образована бригада конструкторов. Старшим инженером КВ-5 был назначен Цейц, на основе эскизного проекта которого и разрабатывался танк. При разработке КВ-5 были учтены все замечания, которые поднимались при обсуждении проекта КВ-4. Сохранив общую компоновку КВ-4, проект переделали так, чтобы использовать максимум элементов от КВ-1. В ходе проектирования получился мощный танк весьма необычной внешности. Для экономии массы корпус КВ-5 попытались сделать максимально низким, высотой 920 мм. Это привело к тому, что стрелок-радист и механик-водитель получили выступающие вверх башенки. В ромбовидной башне находилось довольно просторное боевое отделение танка, в котором находились командир, наводчик и двое заряжающих. Башню сделали высокой для размещения экипажа из 107-мм пушки с бронебойными и осколочно-фугасными выстрелами, а также для того, чтобы по ширине танк умещался на железнодорожной платформе, так как это было одним из обязательных условий технического задания. Предполагаемая форма башни позволяла разместить 107-мм орудие. Из-за невозможности изготовления штампованной башни с толстыми стенками в разработку была принята сварная. По проекту лобовая броня танка составляла 170-180 мм. Борт был защищен 150-мм бронелистом. В связи с тем, что высота корпуса танка была по проекту ограничена, для размещения механика-водителя и стрелка-радиста потребовались дополнительные технические решения. В результате место мехвода было оборудовано внутри бронированного откидного колпака со смотровыми щелями, обеспечивавшими обзор лучший, чем на обычном КВ. Толщина брони колпака была, как у лобового листа башни, 180 мм. На марше колпак приподнимался, так же, как на прототипах тяжелого танка прорыва Т-35. Над местом стрелка-радиста была установлена башенка с пулеметом ДТ. При этом допускалась возможность ведения огня из пулемета поверх бронеколпака мехвода. Вторая подобная башенка находилась на крыше основной башни. Установленный в ней пулемет обслуживался заряжающим. В боевом отделении корпуса размещалась укладка с частью боекомплекта 107-мм пушки. Основной боекомплект укладывался в нишу башни. Командир танка располагался справа от пушки. В его распоряжении находилась полноценная командирская башенка с пятью смотровыми приборами и небольшим перископом, который позволял вести наблюдение поверх пулеметной башенки. Слева от пушки находился наводчик, а в кормовой части башни двое заряжающих. В моторно-трансмиссионном отделении параллельно устанавливались два дизеля V2K мощностью по 600 л.с. каждый. Переход на двухдвигательную схему был вынужденной мерой, так как попытка разработать двигатель достаточной мощности на базе авиационных М30 и М40 провалилась. Двигатели соединялись с коробкой передач и бортовыми фрикционами с помощью промежуточного редуктора. Бронелисты КВ-5 соединялись друг с другом гужонами и электросваркой с помощью соединения двойной ласточкин хвост. Основное вооружение танка пушка ЗИС-6 по конструкции широко использовала уже имеющиеся к тому времени наработки. Танк-унитарный заряд был позаимствован от стоявшей на вооружении 107-мм дивизионной пушки, при этом его мощность была дополнительно повышена. По конструкции и технологиям ЗИС-6 с учетом возросшей мощности была в общих чертах аналогично уже производившейся 76-мм танковой пушке F-34. Ряд конструктивных решений, например, механический досылатель заряжания, были взяты от F-42. При массе снарядов 16,6 кг и скорости 800 метров в секунду, мощность ЗИС-6 оказалась в 4,4 раза выше, чем мощность пушки F-32, штатной пушки серийных КВ-1. Это означало, что любой бронеобъект при попадании в него был бы гарантированно уничтожен с дистанции более 1,5 км. Опытные образцы ЗИС-6 для испытаний устанавливались на доработанный танк КВ-2. Серийное производство пушек ЗИС-6 началось 1 июля, и согласно отчету завода номер 92 в июле-августе 1941 года, было изготовлено всего 5 серийных орудий ЗИС-6, после чего их производство прекращено из-за неготовности тяжелого танка. Все высказывания, что в 1941 году было выпущено несколько сотен ЗИС-6, документально не подтверждаются. Танк КВ-5 в итоге был воплощен только в натурном макете. В связи со стремительным продвижением немецких войск в 1941 году и тяжелой обстановкой под Ленинградом, все работы по данной теме были остановлены, а инженерно-технический личный состав переведен на работу по усовершенствованию серийных танков КВ-1. Подводя итог, следует отметить, что проект КВ-5 имел ряд неоспоримых преимуществ перед немецкими танками всех типов, да и, наверное, вообще всех танков, выпускавшихся в тот период в мире. 107-мм пушка ЗИС-6 свободно пробивала броню любого из них на дистанциях в 1500 метров, в то время как сам КВ-5 оставался уязвимым только для артиллерии сверхкрупного калибра. Впрочем, недостатков у советского танка тоже было достаточно. Самым существенным его недостатком была огромная масса, которая не позволяла танку проезжать по большинству имевшихся тогда мостов, а в рыхлом грунте или в заболоченной местности КВ-5 мог вообще потерять подвижность. Кроме того, высота танка делала его хорошей мишенью на местности не только для артиллерии, но и для авиации. Возможно, КВ-5 был бы хорош в обороне, действуя из засад или укрытий. Он мог бы принести больше пользы, чем в прямом столкновении с противником. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение. Насколько эффективно смог бы действовать КВ-5 в бою, в случае, если бы такие машины удалось запустить в серийное производство. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и не забывайте подписываться на наш канал.